Так, Анатолий Вассерман, да? Пожалуйста. Я извиняюсь, Анатолий Вассерман. Извините, накопилось, позвольте ляпнуть. То, что левая стратегия всегда включала в себя всеобщее вооружение народа давно известно. То, что нет лучшего средства обеспечить всеобщую боеготовность народа, чем призывная армия, естественно, с кратким сроком призыва, достаточным для обучения. Это тоже так давно известно, что спорить тут не о чем. Поэтому я попробую не спорить с предыдущим оратором, а изложить кое-что из своих собственных разработок. Как известно многими здесь присутствующих, я очень долгое время был пламенным защитником правых взглядов, поскольку опирался на свою же собственную статью, опубликованную в 1996 году. Называется она «Коммунизм и компьютер» и в интернете доступна. И в статье этой говорилось, что при наличных возможностях информационных технологий плановое управление хозяйством суммарно проигрывает рыночному. То есть из данного набора ресурсов, включая и человеческие ресурсы, по плану можно извлечь в несколько раз меньше конечных результатов, чем получается в результате той самой рыночной стихии. Так вот, ровно через 15 лет после этого самого «Коммунизма и компьютера» опубликовал я статью «Отрицание-отрицание», где, продолжая те же самые рассуждения, показал, что уже к 2020 году… Уже к 2020 году, возможности информационных технологий гарантируют, что план позволит извлечь из наличных ресурсов в несколько раз больше, чем рынок. Соответственно, я сейчас пламенный защитник левых взглядов, но пламенным защитником левых взглядов я стал существенно раньше. А именно, когда убедился, что даже проигрывая в сумме, по всем показателям без исключения, плановое управление хозяйством может обеспечить на направлениях, значимых для большинства граждан, лучшие результаты, чем рынок. Ну и, естественно, если исходить из интересов большинства граждан, а не тех, кто всклепал на себя гордый титул «креативный класс», то левое социалистическое направление развития общества полезней не только начиная с 2020 года, но и сейчас. Так что, если мы в соответствии с заветами Карла Хайдриховича будем отталкиваться от экономической стороны дела, то преимущества левых вполне очевидны. И я сейчас поставил перед собой вопрос, как убедить в этом правых. Ну, опять-таки, начиная с 2020 года, эта задача становится чисто технической, поскольку тогда переход к социализму обеспечит такой скачок производительности, при котором можно будет, опять-таки, по заветам Карла Хайдриховича элементарно откупиться от нынешних владельцев заводов газет-пароходов. Но все-таки главный вопрос, как сделать, чтобы они сейчас не ставили палки в колеса развитию общества и позволили ему, его производительным силам дозреть до уровня, на котором понадобится очередная смена производственных отношений. И вот тут, как мне кажется, есть колоссальный спектр возможностей для коалиций с той частью правых, которая так или иначе опирается на материальное производство, а не на станок, печатающий красивые зеленые бумажки. И учитывая, что этих правых пока существенно больше, мне представляется, что ближайшая, то есть до 2020 года, задача левых движений, это, грубо говоря, совместно с отечественными производителями отбивать атаки отечественных компрадоров. Ну, а в какой форме это делать? Это, по-моему, должно и стать одной из задач активных левых обсуждений на ближайшие пару лет. Все, спасибо. Следующий выступающий Денис Разумовский, КРИ.